Сфера ЖКХ постоянно модернизируется, поэтому уже в девятый раз в регионе проходит выставка-презентация достижений в жилищно-коммунальном хозяйстве. Свои стенды представили гости из Москвы, Екатеринбурга и Иванова. Сфера ЖКХ сегодня, наверное, на первом месте на бумах, на языках наших жителей и находится под постоянным вниманием всех уровней власти, от президента и региональной муниципальной власти. Потому что она непосредственно является жизнеобеспечивающей, непосредственно влияет на качество жизни людей и на их кошельки, если назовем вещи своими именами. Выставка представляет возможность не только похвалиться перед конкурентами, но и узнать, какие технологии существуют и чем они выгодны. Экспозиция достижений ЖКХ – площадка для дискуссий и решения назревших проблем. За последние три года все технологии, которые воспринимаются после проводимых выставок по нашим партнерам и муниципальных образованиях, дают позитивный сигнал в сокращении аварийности. Мы видим тенденцию к снижению. На сегодняшний день в три раза сократилась динамика технологических сбоев и потребление сокращается при личке энергоносителей. Представители водоканала на выставку привезли макет реконструкции очистных сооружений в Богданихе. Здесь будут построены газовые станции переработки биоотходов. Все будет хай-класса. Водоканал постоянно в погоне за новыми технологиями, модернизацией и автоматизацией. В этой компании погрешности из-за человеческого фактора сведены к нулю. Разработан программный продукт, который у нас внедряется и который мы используем. Это карта наших сетей. С помощью этой карты работники могут увидеть сети, как они расположены, посмотреть исполнительные чертежи, узнать информацию, какие производились работы. Непосредственно бригады могут получать задания с помощью этой карты. Наиболее привлекательная сфера в ЖКХ – энергосбережение. На выставке несколько стендов предприятий, которые вплотную занимаются проблемой энергии. Экономия – не только замена лампочек на энергосберегающие, это замена окон на пластиковые, использование светодиодов и обновление теплоисточников. В первую очередь, начнете, конечно, экономить и денежные средства. А во-вторых, мы начнем экономить в общем энергию, которую потом мы сможем использовать, если говорим об источниках, которую мы сможем потом перенаправить в другое русло. И мы уже будем, естественно, экономить, в первую очередь, энергетические ресурсы, которые у нас не все являются возобновляемыми. Учиться сохранять энергоресурсы нужно с нежного возраста, уверены организаторы. Поэтому на выставке целый стенд рисунков кенишемских школьников, где каждый ученик показывает свой детский взгляд на то, почему энергосбережение касается каждого. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.